Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать вам, это то, что в достаточной степени мне импонирует ответ вам на шерсть. Моего коллеги Александра, который, в общем-то, вам довольно хорошо отвечал, вот, и я думаю, что вам обязательно стоит прислушиваться к нему, я думаю, что вам обязательно стоит последовать его рекомендациям, его советам в действии. Это очень правильное направление движения. Но, то, что я хочу вам сказать, наверное, во многом будет перекликаться с тем, что написал мой коллега. Но, при этом, при этом, что-то новое, наверное, я вам добавлю. Итак, где-то в детстве, классом, класс второй-третий, меня побил в мальчике в детсаде, я не смог дать ему отпор, потому что вы побил. Значит, вот давайте сразу так здесь. Значит, когда вы оказались, значит, перед вот этой, ну, перед этой ситуацией, когда вы оказались в этой ситуации, да, обсуждали ли вы с кем-либо проблему эту, значит, рассказывали ли вы о ней кому-либо, как ваши родители отнеслись к тому, что у вас вот есть, ну, есть, да, вот такая проблема, да, как они это восприняли, хорошо ли, плохо ли, либо вообще не придали значения, там, и так далее, вот. Какие у вас отношения с вашим папой? Это, пожалуй, тоже очень важный момент, очень важный момент. Потому что, вот мне, например, показалось, исходя из того, что вы написали, да, что ваш отец, он либо не участвовал никак в том, что он с вами, ну, происходил с тем, что в вашей жизни было, либо он никак не участвовал, либо участвовал, но совершенно не так, как это было нужно вам, и совершенно не так, как вы хотели бы, а из этого вы чувствовали себя в некотором смысле обесцененным, да, в некотором смысле вы чувствовали себя непонятым в этой ситуации. Суть комплекса, суть вот такого вот закрепленного, аффективного состояния в том, что он самому не было должным образом вами пережить. К нему нужно вернуться и пережить его заново. Вам необходимо все свои эмоции по этому поводу, по данному вопросу. Все свои эмоции вам необходимо выразить. Все свои эмоции вам необходимо реализовать. Именно по этому вопросу, по данному вопросу. Все ваши эмоции, все нужно реализовать. И тогда это переживание, оно вас отпустит. Оно вас отпустит, потому что вы поймете, что оно осталось в прошлом. Так же необходимо пережить данное состояние, значит, заново, и извлечь из него для себя определенные, значит, новые какие-то новые, да, новые суждения, новые представления, новые понятия, грубо говоря. Вот необходимо, чтобы вы это постарались сделать. То есть как вы это понимаете сейчас, что вы слабее, да? Как вы это понимаете сейчас, что вы не можете дать отпор? А почему вы не можете дать отпор? Потому что тогда, в тот момент, вы были слабее. А какой вы сейчас? Сейчас вы стали сильнее. Почему вы боитесь? Да, то есть вот конкретно, конкретно разбирать. А с вами, значит, те моменты, которые заставляют вас испытывать подобные переживания. И я думаю, что по истечению, по истечении какого-то времени, при работе регулярной, вы начнете менять отношения и к себе, и к другим. Это очень важно, опять же, для вас. Это очень важно для вас, чтобы вы сами стали по-другому о себе думать. Чтобы вы сами стали иначе воспринимать себя. Себя и, значит, свои проблемы, которые у вас. Проблема боярни того самого момента быть проигравшим и побитым до сих пор преследует меня. А почему вы боитесь проиграть? Почему вы боитесь быть побитым? Что для вас это значит? Быть побитым, быть проигранным. Какое значение вы вкладываете в это понятие? Откуда у вас установка, что вы должны быть всегда первым, всегда победителем и так далее? Кто вам это привил? Подумайте об этом. Ведь вы боитесь не быть проигранным. Вы боитесь не того, что вас побьют. Вы боитесь того, что вы будете хуже за кого-то. А когда человек боится быть хуже, чем кто-то, это, как правило, идет из детства. И разбирать вот этот момент, разбирать то, что с вами произошло, нужно именно анализируя ваше детство и ваши отношения с родителями. Вот именно так это и будет происходить. Поэтому в дополнение к тому, что сказал мой коллега, я вам хочу сказать следующее. Вот тот факт, что вам трудно рассуждать о ней и говорить о том, что двигаться нужно именно туда. Именно в том направлении нужно идти, именно в том направлении нужно двигаться. Именно в направлении того, что вам сложно обсуждать. Для того, чтобы это сложное перестало быть сложным, нужно это проговаривать. И вообще мне бы хотелось узнать, как у вас обстоят дела в социальной сфере. Если у вас друзья, если у вас хорошие знакомые, если у вас социальная жизнь и так далее, и так далее, и так далее. То есть насколько вы выработали в себе этот социальный образ свой. Это очень важно. Ну и совершенно очевидно, что ваши ценности, которые вы руководствуете, требуют некоторой корректировки. Это можно сделать достаточно легко. Но для этого опять же нужно с вами общаться. Поэтому я рекомендую вам несколько консультаций с психологом. Такие вопросы не решаются за один ответ. То есть вы жили с этим 20 лет, ну не 20, там 18, 17 вы жили. И вот так вот за один ответ это не решится. То есть нужно менять взгляды на себя, нужно менять взгляды на других. Их нужно менять свои ценности и пытаться понимать, откуда они у вас появились. Кто вам их внушил и насколько это было для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok